Приветствую, дорогой зритель, меня зовут Элвис, и у меня есть канал на ютубе, называется он Чекпоинт, вот название выше. Там у меня выходят ролики новостные по видеоиграм, так что если вы хотите быть в курсах, что же происходит за кулисами великого игропрома, подписывайтесь, смотрите ролики, там как бы есть, что посмотреть, очень много интересного контента. Да, в наше время это редкость, и кстати говоря, в будущем у нас будет своя команда, то есть уже она есть, и мы будем заниматься крупными масштабными обзорами новинок. Согласитесь, звучит вроде бы как неплохо, и я думаю это, ну достойно вашей подписки. Всё, не смею вас больше отвлекать. Вот сап, мои дорогие друзья, с вами я Трипал, и в сегодняшнем видеоролике мы с вами рассмотрим ещё не вышедший автомобиль под названием Виджилэнти, которого в интернете прозвали Бэтмобилем. Не забудьте прямо сейчас влепить этому ролику лайк, и напоминаю, что до лимитов в 10 тысяч друзей я добавлю абсолютно каждого из вас в друзья вконтакте. В общем, давайте начнём. Итак, первым делом мы завезём этот автомобиль в подвижный командный пункт. Да, именно там его можно качать, в обычный Лос-Антос Кастомс его завести нельзя. Ну и в принципе посмотрим на его тюнинг. Ну, что я могу сказать? По сути, ничего особенного в его тюнинге нет. Броня, двигатель, турбонаддув, подвеска, всё как обычно. Также автомобилю можно поменять окраску, установить неон, ксеноновые фары и, конечно же, тонировку. Но главное, что меня заинтересовало в этом автомобиле, это возможность установить дополнительное оружие, а именно самонаводящиеся ракеты, прямо как у Руинера 2000. Кстати, стоимость этих ракет будет составлять 180 тысяч долларов игровой валюты. В принципе, по тюнингу на этом всё. Да, его не шибко много, но ей он не сильно-то и нужен. Следующее, о чём бы хотелось поговорить, это о интересных фишках этого автомобиля. Итак, первое и самое основное, это, конечно же, ракетный ускоритель. Тут говорить нечего, по сути, он точно такой же, как и у Рокет Волтика. Следующая интересная фишка этого автомобиля, это его оружие. Вы можете атаковать своих врагов либо при помощи пулемёта, либо при помощи самонаводящихся ракет, которых, как я уже говорил, вы сможете установить в вашем подвижном командном пункте за 180 тысяч долларов игровой валюты. Что касается салона, он здесь абсолютно новый. И это неудивительно, ведь машина у нас совершенно нового, типа для GTA Online. Что же ещё? Ах да, фары. Они здесь выдвижные и выглядят действительно очень круто. По сути, друзья, об интересных фишках на этом всё. Напоминаю, что продаваться автомобиль будет на сайте военной техники за 3 миллиона 750 тысяч долларов игровой валюты. Ну а на этом, друзья, у меня всё. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом транспортном средстве. Также, конечно же, не забудьте подписаться на канал и поставить большой палец вверх под этим видеороликом. Как только под ним наберётся тысяча лайков, сразу же моментально выйдет новый видеоролик специально для вас. Ну а тем, кому нужна накрутка и прокачка по самым низким ценам на ПК без переноса, то обращайтесь в мою группу по накрутке, где очень быстро и качественно мы прокачаем вашего персонажа по полной. Все остальные важные ссылочки на мои соцсети, на мой инстаграм, на мою группу вконтакте, на мою личную страницу вконтакте, конечно же, будут в описании под роликом. Всем удачи, друзья, и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!